такой маленький паромчик небольшой совсем вот вот такая мы заехали на него причалили сейчас мы находимся с вами в самом дарманском замке здесь макет замка его расположение так теперь мы с вами спускаемся вниз и мы с вами попадаем вооружение это та часть здания которая была построена немножко позже чем сам замок потому что сам замок был построен 1388 году а пушки эти были установлены уже генрихом 16 для обороны замка здесь мы можем увидеть ядро который заряжалась пушка мы сейчас попробуем поднять вообще она весит 29 килограмм хотя она на вид маленькая но такое достаточно массивная и мы будем с вами дальше идти и посмотреть посмотрим что же здесь еще есть у нас в этом замке еще одна одно небольшое помещение вот здесь у нас наверное хранился порох здесь такой низенькие и потолки это похоже как на бункер какой-то так что здесь у нас есть да не ошиблись есть хранились снаряды дальше что здесь есть еще одно помещение для хранения снарядов он даже расписано и перед нами последний из комнат здесь хранился порох в бочке вот бочки и порох в них ну и мы с вами дальше будем искать новое помещение и смотреть что же у них расположено рядом с комнатой у нас есть еще одна комната узкий проход сейчас посмотрим куда у нас приведет и и попробуем понять для чего он служил сможем открыть его выходим на улицу выходим на улицу выходим на улицу из замка и сейчас посмотрим куда же ведет это дверь сейчас откроем и посмотрим наверное мы попадем наверх скорее всего на территории замка также есть церковь она уже конечно не действующая она уже у нас просто как экспонат своего рода не более того ну возможно мы даже зайдем вовнутрь если она открыта как всегда на территории церкви кладбище так вот здесь вот мы можем наблюдать такой вид красивый вот и так еще вот возле самой церкви возле стены то тут ограждение такое небольшое и тоже установленные маленькие пушки которые тоже служили для обороны залива то есть со всех скажем так практически сторон которые выходят в море они были установлены вот здесь мы также есть окна которые служили тоже для обороны на стене квадратные они были как и окна и в то же время и оружие оттуда было установлено а это еще одна из башен тоже оружейная мы сейчас заходим вовнутрь вовнутрь вот как здесь все достаточно необычно Здесь вот у нас есть, ну это современный, скажем так, рисунок со срезом, что было здесь в этой башне. С нами две лестницы, одна лестница, которая ведет и на низ и наверх, мы сейчас спустимся на низ и посмотрим, что там внизу. Это тоже, скорее всего, была еще одна модель пушки, здесь на картинке можно увидеть. Если те пушки, которые мы видели, более нового вида, то это достаточно старые. Здесь в стенах мы можем с вами посмотреть и увидеть какие-то выемки, наверное, для чего-то они служили. Ну а теперь мы подаемся наверх. А теперь давайте поднимемся наверх. Здесь у нас есть шлем, копья, которыми, видите, носили раньше в древности. Давайте посмотрим. Ну, достаточно легкий. Очень даже ничего, внутри мягенькая. Мягкая, чтобы не терла ничего. Это, скорее всего, в зависимости от того, кто какую должность занимал, были разные у тех шлемы. Это немножко другой, это, наверное, были просто обычные, простые, военные, как-то так. Ну, это, в принципе, практически такой же, как и этот. Ну, все они с мягким изнутри, таким отделкой. Ну и здесь вот можно увидеть на картинке ихние исторические. Ну, даже можно посмотреть. Еще одна маленькая кошечка, пушка со всеми принадлежностями для нее. Порох. Сейчас поближе рассмотрим ядро, которое заряжалось в эту пушку. Здесь вот мы видим половину ядра, здесь целое ядро, мы его не сможем не поднять ничего. Здесь поменьше. И здесь вот указаны килограммы, если вы видите. Вот. Ну, по сравнению с теми, которые были ядра по 29 килограмм, это маленькие и такие. Ну, и пушка здесь, соответственно, тоже такая же маленькая для этих ядер. Еще какое-то непонятное приспособление вот с деревянной ручкой. А, оно вот крутится в разные стороны. Для чего оно служило? Непонятно. Давайте откроем бычку, посмотрим, что там внутри. Dangerous Energy. Вот так вот. А сейчас мы с вами поднимемся по этой лестнице, наверное, наверх. Пойдемте. Здесь узенькая, как винтовая лестница из камня. И вот мы с вами попадаем наверх. И здесь море как на ладони. Со всех сторон. Мы можем с вами наблюдать, что этот замок как раз расположен на мысе. Здесь есть река Дарт, которая встречается с Ла-Маншем. Также город здесь вот как на ладони весь. И море. В общем, красота неописуемая. Все очень красиво. Те же вот окошки в стене маленькие. Здесь табличку мы можем увидеть с вами. Датированная 1773 годом. Она уже местами поржавела. Не совсем видно, что написано, но она еще сохранилась. И вот на саму башенку небольшую здесь тоже есть лестница. Посмотрим, что она собой представляет. Так, это маленькая. Это, наверное, здесь караульный какой-то был. Который вот здесь есть. И этот как лавочка своего рода. И вот те же маленькие окошки. И здесь, наверное, был часовой, который наблюдал и предупреждал первый о незваных гостях, скажем так. А теперь спустимся вниз. И посмотрим, что же здесь еще можно посмотреть. Вот еще часть башни, на которой тоже установлены пушки. Здесь 4 пушки установлены, небольшие, которые тоже находятся в поле зрения вражеских, скажем так, кораблей, которые могли заплыть сюда. И они сразу же держали бы оборону. Так, посмотрим, куда же мы направимся. Так, мы попадаем на берег. Здесь можем увидеть. А вот здесь у нас приплывали лодки. Ну, корабли. Вот сюда. А вот мы видим. Вот сюда они заплывали. Это уже со временем здесь, конечно, много очень камней. Но в то время их здесь не было. Туда мы спуститься не спустимся. Ну, немножечко поближе можем увидеть вот такой проем для корабля, который мог сюда заплыть. Давайте посмотрим, что же здесь за таблички. Здесь изображение кораблей. В каких годах, какие они были. Как со временем менялись. Можно увидеть здесь. И вот такая красота. Здесь есть дверь, но она закрытая. А, не закрытая. Замок висит. Ну, вот мы попадаем на двор церкви во дворе. Слева на стене расположены таблички. Мемориалы. Написано некоторые. Вот здесь вот очень интересное в виде свитка мемориал. Датированный 1865 годом. И вот мы с вами находимся возле входа в саму церковь. Давайте зайдем и посмотрим. Спасибо. 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 Спасибо.